Давайте собираться, сейчас я разберусь пока. Нет? А, вот теперь слышно. Давайте я представлюсь. Меня зовут Аскат Уразбаев, компания ScrumTrack. Занимаемся мы тем, что помогаем компаниям и организациям внедрять разные гибкие методологии, такие как Agile, Scrum, Kanban и всякие другие, которые бывают. Доклад мой будет о бизнес-аджилити. Раньше мы как-то все больше говорили о Agile, и все эти методы были в основном для айтишников. Сейчас постепенно тренд сдвигается, и появился новый тренд, о котором я хочу вам немножко рассказать, чтобы вы поняли, о чем идет речь, и, может быть, вам было будущим интересно с этим поразбираться. Теперь есть тренд в сторону гибкости бизнеса как такового. Грубо говоря, мы все тут умеем быстро бегать, а что это может дать бизнесу? И теперь бизнес начинает тоже думать в этом направлении. И мы сейчас с вами попробуем поговорить, что это могло бы означать для бизнеса. Так, это я пропущу. Там есть такое большое определение Википедии про бизнес-аджилити. Но если очень сильно все выбросить, всякий флер, остается способность адаптироваться под меняющуюся ситуацию. То есть бизнес все время живет в все более и более конкурентном окружении. Я надеюсь, у вас так. Раз вы здесь, иначе зачем вам сюда пришли, если вы, например, сидите на трубе, и вам деньги и так капают. Значит, это означает, что у вас постоянно меняются окружения вокруг, и вы должны что-то с этим сделать. Это означает, что нужно ускоряться. Что это практически означает, сейчас об этом поговорим. Перед этим небольшая такая предыстория. Занимаемся мы этим agile как таковым, помогаем компаниям где-то примерно с 2006 года, 2007. И у нас как-то, знаете, сначала было много веба. Много веб-компаний, в том числе крупные, типа Rambler, Яндекс приходили, более мелкие компании. Потом постепенно фокус сдвинулся в крупные, пусть даже веб-компании, но крупные такие, знаете, с большими продуктами связанными. Сейчас какая-то такая большая волна интерпрайза возникает. То есть крупные банки, например, сейчас почему-то очень сильно полюбили agile. Я позавчера был на конференции, которая называлась «Гибкие методы управления в банках». И они там кричали, кстати, что agile. Они называли это, кстати, не agile, знаете как? Они сначала говорили о гиле, а потом почему-то на игил это у них переделалось. Ну, соответствующим флером. Там было, кстати, три типа людей. Мне показалось. Те, которые agile называют игилом, те, которые понимают, что такое agile, их было меньшинство. И третья категория, которые вообще ничего не понимают. Они пришли и просто такие, а у нас IT-governance вот так выстроили, что? Ну, зато они в том числе узнали, это было очень здорово. Так вот, все это постепенно двигается от веба к продукту, к интерпрайзу, более и более тяжелые компании, понимают, что это может быть интересно и пронести какую-то пользу. Ну, а как бы то, чем мы тут занимались, постепенно двигалось. То есть в начале это была вот такая ситуация, знаете, это называется в английском ковбой-кодинг. То есть когда ковбой, вот в начале, когда мы этим занимались, мы не боролись ни с каким водопадом вообще. Не было никакого водопада, понимаете? Было, просто сидели люди, до сих пор таких полно, конечно же, да, но тогда это была просто волна. Это было большинство, 100% компаний просто кодировали, а когда у них баги были, они исправляли. И некоторые до сих пор, кстати, думают, что самый эффективный способ разработки. И в общем, когда у вас, допустим, 4 разумных человека и заказчик, который знает, что нужно, это правда все еще до сих пор самый эффективный способ разработки. Просто времена, когда мы можем обойтись, когда у нас, видимо, может у нас уже кончились такие разумные люди, да, в таком количестве. Но времена, когда у нас были такие маленькие продукты, они тоже ушли. У нас все время много-много разных людей и технологии уже не те. То есть раньше один человек мог спокойно… Помните, раньше было понятие вебмастер? Где они все? Почему нет вебмастеров, которые могут сделать работу разработки веб-продукта от начала до конца? Какие-то верстальщики появились, бэкэнд-разработчики, еще и верстальщики на две части разделились. Собственные верстальщики, фронт-энд-разработчики. То есть для того, чтобы что-то сделать, получается, нужно довольно много народу. Так вот, для такого типа людей внедрение джайва означало бюрократизацию процесса. И это было очень… Может быть сейчас для тех, кто работает в больших компаниях, это очень странно, потому что на той же конференции один человек говорил, ну мы же раньше так работали, это был колхоз, ну то есть в таком негативном оттенке, где поджал, это был колхоз, когда мы ничего не использовали. Он, конечно, имел вот это в виду, вот эту правую часть. Но вот бюрократизация означает, что у нас появляется планирование, тестирование как таковое появляется, правда? Ведь это же тоже бюрократизация, по сути, и так далее. И сопротивление было соответствующее. Были люди, которые говорили что-то из серии того, что планирование не работает. Мы пробовали планировать, потратили на это три дня, а потом требования поменялись. Поэтому планировать не надо, это плохая практика, мы сейчас ничего не планируем. То есть приходит заказчик, что-то говорит, мы сразу делаем, пока он не уйдет. Ну, что-то в этом духе. Понятно, что это работает с сильными ограничениями, сами понимаете. То есть мы уже говорили, что должен быть очень лояльный человек, терпеливый. И не у всех хватает терпения. И вот мы вот это все бюрократизируем, получается, джал для таких компаний означает бюрократизацию. И появляется безумное количество таких методов. Вот этот Хенрика Книберг, появляется XP, Канбанк, все вот это вот, флеры вокруг этого. Кого-то, который грузит, кажется, сколько всего, страшно. Но вроде как люди более-менее осваиваются. И для многих людей, которые работают по тому методу, это все уже пройдено. И так они просто это умеют. Это иногда уходит из области фокуса твоего внимания просто в навыки. Люди не занимаются джалом, они просто так работают. Для них, естественно, делирует что-то ценное на рынок. Для них, естественно, заботиться о качестве кода. Они не называют это красивым словом никаким. Они просто так работают. Возникает следующая волна. Следующие компании, которые делают следующие вещи. И для этих компаний характерен переход от утилизации ресурсов к потоку ценностей. Для них это естественная часть. Так они живут. Так, я хотел другое показать. Ну ладно. Не в том порядке. Ну допустим, ладно, я сейчас переключу. Сейчас про это расскажу. При этом, что это значит? Какие изменения это означает для бизнеса? Что это дает? Вот такое изменение подхода, когда команды могут что-то делировать быстрее. Снижение затрат, повышение дохода, возврата из институтов. Это то, что было раньше в крупных организациях. Теперь мы больше фокусируемся на клиенте. Появляются вещи типа Customer Development, Design Thinking, Lean Startup в больших организациях в том числе. Причем появляется буквально, то есть можно я такой пример приведу? Я не знаю, видите вы там сверху, что написано? Сверху вправо. Это часть скоринговой модели, не буду говорить какой компании, но крупной. Ну то есть это правда. И компании действительно пытаются понять, обратить внимание на что им нужно фокусироваться. То, что приносит славу, то, что приносит деньги или вот туда идеальный продукт, где есть и то, и другое. И мы стараемся балансировать, компании стараются балансировать такие вещи. Что в принципе это есть и джава. Но получается для чего мы это делаем? Потому что мы теперь можем. У нас появилась возможность. У нас было много каких-то, знаете, с разными ребятами какая-то вот такая спор. Смотрите, у вас есть допустим бизнес и допустим IT. Мы можем ускорить, допустим у нас есть там не знаю 100 тысяч чего-нибудь. Мы можем ускорить IT, чтобы IT работало быстрее. Или можем дать эти 100 тысяч бизнесу, чтобы бизнес генерировал более правильные идеи. Что кажется более эффективным, с вашей точки зрения? Что более разумным? По 50 тысяч и ничего не достигнуть. Вариант. Так часто делают. Вроде ничего не получилось, но деньги освоены. А еще? По идее бизнесу. Почему? Почему бесполезно IT-шнику ускорить? Они будут бежать в другую сторону. Но возникает другая проблема. Смотрите, мы дали там правильные деньги правильным людям. Это, конечно, чистая мозрительная ситуация, понятно, да? Они вроде стали генерировать правильные идеи, а не дают эти идеи IT-шникам. IT-шники все факапят. Ну, окей, тогда 70-30. 70-30. Это мы уже обсуждали. Никому не давать денег, тот же вариант. Но получается интересная вещь. Дело в том, что мы не можем, потому что возникают конфликты, IT-шники всегда виноваты, проблемы всегда в них. И нет никакого смысла давать эти деньги бизнесу, потому что если IT-шники не смогут это ничего заделировать в те сроки, которые предполагаются. Более того, что означает… Послушай еще одну вещь. Что означает, что бизнес дает более правильные идеи? Как он это может сделать? Какие у него есть возможности? Откуда ему знать, какие идеи правильные? Как он это сделает? А как он будет экспериментировать, если у тебя срок на эксперимент, минимум 6 месяцев. Вот слово «просто» ты-то зря в этой фразе используешь. Не так просто это сделать. Для того, чтобы… Смотри, в плохом случае, в случае вот такого водопада, который я показывал, да? Или не показывал еще? Должен ему показывать. Ну ладно, неважно. Может быть следующее. В случае такого водопада, да, у тебя время до финального продукта может быть очень большим. Никаких возможностей эксперимента нет. Поэтому, не будем больше спорить. Поэтому, на самом деле, действительно, мы часто двигаемся от IT. Мы ускоряем IT. И это дает возможность бизнесу ускоряться. Потому что без этого, к сожалению, двигаться дальше не получается. Вот наш опыт именно такой. Может быть, это наш собственный опыт. При этом возникает следующая проблема. Смотрите, у вас есть та часть, которую вы можете ускорить. А IT-шная часть, может быть, с приближенными людьми. Да, там какой-нибудь продуктовый менеджмент правильный. Но в крупной организации у нас еще есть правая часть огромная. Например, у вас, я не знаю, есть ли люди из реально больших компаний? Больше тысячи человек. Есть такие? Ни фига себе. Я рад, что вы здесь. У вас может быть CRM, например, человек на 300. Ну, к примеру. Ой, не CRM, это колл-центр человек на 300. Правильно? И получается, вы тут все из себя быстро бегаете, а они? Вы их с собой возьмете в вашу быструю хипстерскую культуру, быстрые хипстерские какие-то изменения? Что с ними делать? Давай я тебе пример приведу. Допустим, частота выпуска у вас в 2 недели. Вы такие клевые айтишники, да? Вы такие ускорились, вы можете поставлять бизнесу раз в 2 недели. И вы это действительно делаете. Раз в 2 недели – супер качественный результат. Но вы не успеваете проводить обучение пользователей. Специалисты не знают об изменениях. Ну, вот в колл-центре, которые сидят, они ошибаются или путаются. Что делать? Ну, раз в 2 недели, извините, представляете, 300 человек, да. Руслан знает. Кстати, это я рассказывал позавчера, если кто знает, не говорите. Окей, да. Раз в 3 месяца проводить, а в эти 3 месяца что они будут делать с новыми фичами? Они же будут косячить. Они же будут косячить, Руслан. Они будут косячить. Есть еще идеи? Дема на 300 человек, раз в 2 недели, из которых большинство специалистовского центра вот примерно вот такого вида. Выделить маленькую группу и релизить на нее. Выделить маленькую группу и релизить на нее. Ну, это долго. Мы хотим на всех релизить. Мы реально можем. Подобно дойти онлайн-обучение. Что устроить? Что такое онлайн-обучение? Вебинары проводить? Это вообще хипстерская тема. Что? Еще раз. Да, да. Я хотел… Спасибо. Отлично. Вот молодцы. Потому что на той конференции народ сказал, нет, мы отменяем agile. По-моему, первая идея была. Это не работает. Agile не работает. Нет, он, в принципе, работает. У нас был один из первых проектов, на котором мы это сделали. Там надо было внедрить CRM, раскатать CRM-ку на всю Россию. Это там 3000 с копейками точек по России. 80… Сколько у нас с ГАКом субъекта федерации? Я забыл, сколько у нас субъекта федерации. Ну, Никита расскажет, когда будет про федерализацию все рассказывать. Вот. У нас, да, много субъектов федерации. Так вот, смотрите, у вас получается бизнес-требования от каждого субъекта федерации свои. Сами понимаете, почему, да? В принципе, у всех свои собственные процессы к этому времени настроены. И у вас получается такая ситуация, что вы можете сделать waterfall, ну, это, понятно, заранее провальный проект. Вы не соберете и не стаканите требования от, не знаю, от миллиона человек. Это невозможно. Это никто не умеет такие вещи делать. Вы можете двигаться частями за частями, охватывая их, но, да, получается, те скрины, которые вы делаете для новых клиентов, меняются при этом для старых. Вас усложняются или там удорожаются, или каким-то образом вы издерминируете бизнес-процессы. И первый вариант был, первое, что говорят люди, они говорят, это не работает, agile не работает. Но мы так не можем. В этом выборе нам придется что-то сделать. И сделали такую простую вещь. Вот ровно то, что ты предложил, да? То есть, когда заходит вот… Алло, вот теперь слышно. Когда вот такая женщина заходит, у нее появляется экранчик, на котором появляется такой типа сплошь скрин, на котором написано, какие конкретно изменения произошли в системе. На обучении, которое она проходила, может быть, даже полгода назад, ее обучили этим скрином пользоваться. Ей рассказали, что раз в какое-то время у тебя появляется такой скрин по должностной инструкции, пусть даже она и старая такой. Не холократка она, конечно, ни разу. И старая культа, и менеджер у нее не холократ. Они, кстати, называют… Знаете, они все называют голократией? Не упоминал? Ну, в шутку, конечно. То есть они ближе к голократии, чем к холократии. Так вот, она… Попаляется этот скрин, на нем написано, что она обязана изучить, ознакомиться. Должна поставить галочку, условно говоря, что она с этим согласна, нажать «Окей», и все, и это начинает двигаться дальше и работать. То есть она… Мы учим людей учиться, и это на самом деле работает. Практически что это означает со стороны тех людей, которые все это запускают в компании? Раньше было как? Раньше было вот так. Приходишь ты в компанию, говоришь «Иджайл не работает, что-то не так с вашим «Иджайлом», говорят они. И ты такой, ну, да, типа, и уходишь. А сейчас вот так примерно получается. Что-то… «Иджайл не работает», а мы говорим «Что-то не так с вашей организацией?» Нет, серьезно. Мы можем ускорить time to market во столько-то раз. А вы, как организация, не способны это никак использовать. Давайте организацию поменяем. Если, конечно, такая потребность есть, если вы сидите на трубе, и деньги вам это окапывают, ну, наверное, может быть, это и не нужно. Вот. И люди говорят, ну да, давайте. Давайте подумаем, что мы можем с этим сделать. Ну, давайте тихонечко двинемся, что это означает смена организации. Я не знаю, получится у меня сейчас или нет. Проблемы какие у нас возникают. Кто это? Эйнштейн? Кто? Монро? Эйнштейн? Эйнштейн или Монро? В очках Эйнштейна без очков? Монро. Вот. Это и Джао Ковач. Остальные, те, кто поближе сидят, команды, например, разработчики говорят, это Эйнштейн. А бизнес, который сидит там, он говорит, это Мерлин Монро. Вообще, его идея была Мерлин Монро. А люди, которые сидели вблизи, они вот делают, они кодят этого Эйнштейна, потому что они ближе, они видят Эйнштейна. Но проблема-то не в этом, бог с ним. Самое страшное, что мы не знаем, что думают с миддл-менеджментом. Что вы думаете там посередине? Кто это вообще? Хрен знает. Вот никто не знает, что думает средний менеджмент. Вот в чем беда. А? Что? Лев Толстой без бороды. Кто, что, вот кто, во что гораст. Проблема у нас возникает с миддл-менеджментом. У нас появляется средний менеджмент, у нас из команды бизнес средний менеджмент посередине. И вот что с ним делать, не очень понятно. Есть условно в кавычках два параллельных подхода. Уже про сейф рассказывали, я не буду повторяться. Можно в принципе, а, есть вот такое количество подходов. Я просто более-менее выписал все. Если будете гуглить вопросы масштабирования Эйджайла как такового на большую организацию с кучей миддл-менеджментов, то есть там менеджмент проектов, менеджмент проектов, еще какие-то вот эти все странные люди, которые там посередине между бизнесом и теми, кто реально что-то делает. Вот есть вот такие вот подходы, из которых популярен чаще всего сейф и вот есть более-менее известный кейс с Spotify и куча других более мелких. Кстати, Nexus недавно появился, Кен Швейбер выпустил какой-то вот такой апдейт к скраму про Nexus. Разница в чем? Я, конечно, не собираюсь про этот сквайт ничего рассказывать. Это вот сейф. Сейф, он очень хорошо опускается в иерархическую такую структуру. А Spotify, он наоборот, весь такой про вот это вот тоже что-то холократическое, знаете, когда мы все должны дружить, любить друг друга и так далее. Существуют разные подходы, мы вроде более-менее научились это делать. Теперь мы умеем это делать. Да, это означает изменение структуры, но если раньше нам говорили, agile не работает, потому что у нас есть иерархическая штука со всеми этими и у нас большой продукт. Теперь мы более-менее знаем, как это делается, есть куча подходов к этому теме. Вторая проблема, которая у нас возникает, касается роли менеджера проектов, потому что она, по идее, должна трансформироваться. То есть, чем занимаются классические менеджеры проекта? Он в принципе, я не знаю, есть у вас в компании такие люди, он в принципе, в простом случае понятно, у него одна команда, он менеджер проекта, непонятно, зачем ему нужно в agile команде, допустим, там есть продакт-тонер, аналог, но в большом проекте, если у вас несколько вендоров есть, представили себе, у вас есть несколько бизнес-заказчиков, несколько вендоров, чем занимается менеджер проекта? По сути, он, по идее, должен договориться, как они будут работать друг с другом, и он составляет такой план проекта. План проекта вот такой, по этапам, кто что будет делать. Проблема в том, что там вот есть некоторый этап, где происходит чудо, и почему? Потому что по этому плану никогда еще, вот по крайней мере, сложные проекты так точно не работают. По этому плану никогда ничего не идет. Почему? Чудо не происходит, да? Мы все его ждем, но не происходит. Ну, в частности, конечно, да, я просто недавно общался с классным таким пьемом, который там прошел в сети обучения, у него куча опыта. Он говорит, что project management уже не тот, что раньше. Нет, серьезно. Потому что вот эти вот все этапы, которые мы продумываем, правильные этапы, все крутые, раньше были правильные. Почему? Раньше был архитектор, который составлял архитектуру, были аппликейшн-дизайнеры. Знаете, кто такие аппликейшн-дизайнеры? Представляете себе? Нет? Не знаете? Они, по идее, должны были бы быть, если был бы у вас правильный водопад в вашей большой организации. Их задача взять эту архитектуру и нарезать настолько глубоко, что у вас были диаграммы классов. И все нужные сиквенс-диаграммы, по которым разработчик потом просто сел бы и закодил. Но у нас получается именно вот такая ситуация. У нас водопад, а потом у нас что идет? Ну просто фигачим, пока заказчик не уйдет. И потом опять у нас приемка. Когда начинается приемка? Ну когда времени терпеть уже нет, и пора уже сдавать, иначе нас уже придрючивать. Ну а я немножко сатирически рассказываю, но я просто хочу сказать, что все равно мы так больше не можем работать. В основном потому, что это очень долго и дорого. Вот этот предварительный этап согласования требований очень длинный, а согласовать работу кучи заинтересованных лиц практически нереально, особенно в реалтайме, одному человеку. Потому что один человек мгновенно становится узким местом. И нам нужно придумать, как нам поменять подход. Мы тут на конференции про Канбан, поэтому вы знаете, о чем идет речь. Мы все вот эти классные досочки используем, вроде возле них разговариваем. Да, возникает ситуация, да, у нас собирается, например, у нас три вендора, мы их собрали вокруг одной доски, они поговорили, разошлись, и все такое. Чем занимается менеджер проекта? На самом деле очень грустно, когда тебя может заменить деревянная доска. Твоя задача сводится как к работе деревянной доски. И с этим тоже что-то нужно делать. И оказывается, на самом деле, мы можем кое-что поменять. Нам нужно пере… И это происходит в большинстве компаний, которые двигаются в этом направлении, в сторону бизнес-аджилити. Нам нужно переопределить задачи менеджера проекта. Он должен заниматься какими-то другими вещами. И это все еще штука, которая называется emerging. Это только появляется. Нет такого документа, где написано менеджер проекта обязан уметь фасилитировать дискуссии или там что-то в этом духе. Такого еще нет. Но мы, в принципе, двигаемся. Кстати, Егор должен узнавать некоторых людей здесь. А, нет? Это пример, чем можно заменить долгое согласование документации. Почему бы нам не собрать всех в одну комнату и в течение двух дней не договориться? Да, вопрос. Да, и что, если компания запрепленная? Самолеты. Мой ответ вам. А? Это дорого? Дорого. Тогда Skype. Нет, ну вообще самолеты дешевле, чем Skype, если честно, в моем понимании. Смотрите. Сколько времени вы согласуете документ сейчас? По времени. Так, по ощущениям. Месяц, два. Неделя? А, недели. Ну, допустим, месяц для простоты. Или там, допустим. Нет, я хочу, чтобы красивый был прям, потом два месяца, допустим. Что если мы можем сделать за два дня? Сколько вы сэкономите денег? Как ты думаешь, сколько мы денег сэкономим? Потратим больше, да? Потому что потратим на самолеты и на проживание. Согласен? На самом деле, можно. Это означает, что менеджер проекта должен в новый, классический. Я не буду рассказывать, как, потому что, понятно, за оставшиеся 20 минут я просто физически не смогу это сделать. Но мы можем, по идее, переопределить, чем он должен заниматься. Он может научиться проводить вот такие сессии в течение этого разумного времени. Может, не два, может быть, три дня. Согласовать за два дня. Но что будет, если вы сэкономите два месяца за вашего проекта благодаря этому? Потратите, не знаю, 10 тысяч долларов и сэкономите два месяца. Что такое два месяца для крупного IT-проекта? Раз это распределенная команда, довольно крупный проект. Два месяца экономии времени означает довольно огромную сумму денег, которую вы сэкономите. Потому что, если вы выпустите на два месяца раньше, вы выпустите продукт раньше конкурентов, у вас высокая вероятность того, что вы, если вы ровно только эти два месяца сократите, только ради них, да? Мы говорим, а есть еще другие методы. Только за счет того, что вы сделали это вовремя, вы сэкономите себе два месяца работы, ну, времени. Выпустите продукт раньше, начнете зарабатывать деньги раньше, и эти деньги прекрасно отобьете. Но получается одна из вещей, да, надо перестать экономить копейки. Ну, правда. Потому что, на самом деле, ну, ладно, это отдельная тема, еще попозже об этом поговорим. Еще одна вещь, которая довольно сильно меняется, отношение к такой штуке, как коммитмент. Менеджеры проектов очень любят понятие коммитмента. Они говорят, приходят к айтишникам, говорят, когда вы сделаете такую-то вещь. Понятно, почему, да? Почему это нужно? По сути, менеджер проекта находится между молотом и наковальней, правильно? Потому что к менеджеру проекта приходит бизнес и говорит, когда ты закончишь проект. А у него есть какое-то количество вендоров, и он с тем же симметричным вопросом приходит, когда. А у вас там agile, да? Он говорит, а мы не знаем. А почему не знаем? Нет, они же не сволочи, да? Они говорят, а скоб не зафиксировали, у нас же agile проект. И скоб вырастет, ну, позже сделаем скоб. Мы можем тебе дать прогноз. Там вот в соседнем аудитории Леша Жеглов рассказывал, как это сделать с помощью Kanban, с помощью вероятностных подходов. Можем дать тебе прогноз. Удовлетворится менеджер проект этим ответом? Почему? Потому что удовлетворится. Что, удовлетворится? Да, просто показать, я просто слушал его. Надо сказать, 50% больше, 55%. Да, там, знаете, вероятностное время, да, знаете, то есть приходите вы к бизнесу. Еще тебе тоже нравится. Нет, нет, там не так будет. Я тебе расскажу, потому что я слышал такие разговоры. Оно выходит так. Когда закончится проект? Он говорит, а ты ему такой говоришь, а вам с какой вероятностью сказать? Он говорит, мне с вероятностью 100%. Он говорит, тогда никогда, потому что у меня очень тяжелый хвост проектов, и они у меня в бесконечности заканчиваются. Как насчет никогда? Никогда вас устроит? Ну, нет. Нет, мне нужно что-то сильно короче. На самом деле мне нужно 4 месяца. Поэтому вот за 4 месяца сделай, пожалуйста. Почему? Почему за 4 месяца? Потому что если ты не понимаешь, что для компании нужно сделать за 4 месяца, значит, ты какой? Ну, недостойный вы как бы высокопарно сказали, да? Ну, не целиориентированный или не… Ну, в общем, короче, не факт, что нам нужен такой человек в компании. Да, вот какие у них мысли начинают закрадываться. Это на самом деле часто бывает. Я хочу уже в сторону идти. У нас тоже был проект такой. Приходит… А, значит, очень сложный, большой, важный заказчик. Очень-очень-очень большой человек. И, значит, я веду эту сессию, и мне нужно приоритеты получить с этого человека. Понимаете? Потому что, по идее, мы должны приоритеты. Потому что мы не успеем сделать. И мы это знаем, и все это знают. Но сказать вслух нельзя. Но мы не успеем. Я говорю, ну, мне нужно вытащить из него приоритеты. Я говорю, вот приоритеты. А давайте приоритеты определим. И она сразу такая, зачем вам приоритеты? Такие. А надо что-то сказать. Мы говорим, ну, нам же нужно в каком-то порядке делать. Мы начнем самые важные вещи. Она такая, вы эту тему бросите. Нам нужно все успеть к этой дате. Никаких других вариантов у нее нет. Это бизнес так думает. И получается, так же точно транслирует это на менеджер. И нам нужно будет переключить в том числе и бизнес. Это бизнес анджелити означает, что бизнес должен тоже немножко по-другому дуть. Во всех этих вероятностных моделях то сделать достаточно сложно. Но в терминах рисунок, сейчас чуть попозже поговорим о том, что это может для них означать. Симптом. Убиваете ли вы проекты? Вот вы работаете в больших компаниях. Вы убиваете проекты? Или проекты надо всегда доделывать до конца? Под ковер. Есть два типа поведения. Первый тип поведения, мы никогда не убиваем проекты. Обычно это в государственных компаниях происходит, у них там нельзя так делать. Мы никогда не убиваем проекты, мы доделываем их до конца. Даже если нахрен никому уже не нужно. Все уже сдохло, к чертове матери. Но проект доделали, это лошадь доехала до Лондона. В каком состоянии доехала, в таком доехала. И привет. Либо вариант, когда проекты дохнут тихо. Мы на них потратили время и ресурсы, но это никому уже не интересно. Проект висит на менеджере. Но оказывается, что если его до конца не доводить, то он не взрывается тем, что ты не успел в срок. Потому что взрывается только тот проект, который ты доделал. Потому что, ну понятно, ты успеешь уволиться к тому времени, как это. В общем, что-то плохое с ним произойдет. Нужно уметь убивать проекты в том числе. Это должно поменять отношение бизнеса в том числе к тому, что мы делаем. Бизнесу нужно научиться убивать проекты. Я не буду показывать правильную картинку, вы все видели. Это визуализация. Мы смотрим на эти проекты и сравниваем два проекта. Интересная вещь, что происходит. Смотрите, у вас есть в принципе хороший проект, который принесет деньги, нормальные деньги, разумные, хорошие деньги. Можете себе представить ситуацию, при которой этот проект надо убить? Когда его надо убить? Более важный проект. Более выгодный проект. Так вот, смотрите, какая вещь. В здоровом, классном, качественном бизнесе такое должно происходить. Вы должны убивать те проекты, которые принесут вам меньше славы, денег, бабла или то, что для вас является фокусом. А менеджеру проекта очень обидно, на самом деле, когда его проект убивают. И вот это тоже нужно как-то двигать и менять. Хотел пример провести. В одной крупной компании произошла такая забавная штука. Вендор что-то там накосячил, новый вендор взял код, что-то накосячил. В общем, короче, баг уехал в продакшн, и компания потеряла 200 миллионов. Причем баг прошел через всех. Рублей? Рублей, слава богу. Это Россия. Все не так страшно. 200 миллионов рублей. Это означает, что конкретный разработчик налажал, внутренний тестировщик налажал, то есть не проверил, потому что он не знал, у него не было возможности. Потом у нас было интеграционное тестирование у вендора, они пропустили. Потом это ушло, приемочное тестирование заказчика они налажали. Потом это ушло, значит, уехало в продакшн. На мониторах случилась проблема, но монитор, оказывается, был в случае переезда, там был переезд, и монитор выключили просто. Никто это не увидел. А поддержка думала, ну все видели же, на мониторе мы вывесили проблему. И, значит, чик-чик-чик, и за день украли там 100 миллионов рублей. И 100 миллионов потеряли так, то есть 200 миллионов в общем сложности. Какие выводы делает организация? Что разумно сделать в этой ситуации? Ну, помимо того, что всех уволить, это очевидно. Ну, допустим, что еще? Вендора поменять, ну, можно, но он, понятно, риски его, ну, можно на него всех собак повесить, даже лучше, чем. Ну, допустим, а что еще? Процедуру контроля какие-то. Процедуру контроля надо усилить, да? Посмотрите, у нас получится вендор отвечать за интеграционное тестирование, а мы его никак не контролируем, как компания, правильно? Почему? Это же плохо. Давайте контролировать больше. Согласны? Нет. Почему? 200 миллионов рублей, чувак, 200 миллионов. Ты прав, но люди рационально не мыслят, к сожалению. И возникает ситуация такая, они говорят так, они говорят, слушайте, ну, деньги большие, серьезно, давайте. Знаете, наше IT будет не приемочным тестированием заниматься, а полным интеграционным, полные регулировки гонять. Но поскольку кризис, давайте на 10% сократим количество тестировщиков на нашей стороне. Причем, знаете, это не один и тот же человек, это разные, решили в разный момент времени, поэтому так классно получилось. И к чему это приводит? Все проекты начинают замедляться на несколько месяцев. Там плюс 4 месяца на тестирование. Опять-таки, возвращаясь к упущенной выгоде. Да нам, чертовой мать, эти 200 миллионов. Тьфу и растереть. Мы теряем такие огромные деньги на вот этом некачественном решении, что к чертовой мать. Это фактически что означает? Мы об этом уже говорили на конференции, разные ребята рассказывали. Надо уходить от практики наказания за правало. Уходить от неготовности взять на себя риски. Риск – это нормально. Это плата за инновацию. Вы можете делать все эффективно, если у вас есть возможность какие-то эксперименты пробовать. И сейчас креативность в моде. Ну, не везде, правда, не во всех компаниях. Но, по идее, мы туда двигаемся, всем понятно, что за этим будущее хочется успеть. Выглядит так, что люди в моем возрасте и постарше думают, блин, что-то все это. В кедах ходит один я, как дурак. Слушайте, а чего вы у нас в офисе все не в кедах? Вы почему пришли в галстуки, например? Ну, и вот хочется, чтобы все остались. Это, конечно, ничего не меняет, но вот такое какое-то отношение, знаете, у людей возникает. Я вот приводил пример чуть раньше на другой конференции. Мне очень нравится эта история. Не знаю, правда ли, нет. Я слушал ее в разных интерпретациях разными людьми. Но рассказывалось на тот момент, когда я первый раз ее слышал, про Миллера, который был директором «Газпрома». Они делали какой-то проект с какими-то западными партнерами. И, в общем, он что-то там напутал, какой-то его подчиненный. И, в общем, 800 миллионов, в этот раз, долларов потеряли. И, значит, было очень много шума. В прессе тогда она еще была более, как бы это сказать. В общем, короче, такие вещи проникали в пресс свободно. И, значит, журналист у него спрашивает этого Миллера, почему он не уволил вот этого человека. Почему он его не уволил? 800 миллионов. И он сказал интересную фразу, не знаю, правда или нет. Он сказал, я не могу уволить человека, в обучение которого я вложил 800 миллионов долларов. Вот такие вещи тоже бывают. Соответственно, ну, что? Я слушал это несколько десятков раз. И про разных людей. Я просто не знаю, про кого рассказывать. И поэтому я рассказываю про то, как первый раз про кого это услышал. Есть понятие KPI, есть отчетов и таймшитов, у нас есть BOSS. Это тоже сильно замедляет разработку. Нам тоже от этого надо постепенно будет уходить. То есть мы контролируем сотрудников. Что означает контроль? Контроль перевешивает ответственность сотрудника на его руководителя. Согласны? Это замедляет скорость принятия решений. Если вы хотите быть гибкими и быстрыми, вам нужно ответственность сдвигать вниз. Но это невозможно. Понимаете, что это невозможно? То есть это все, конечно, классные хипстерские идеи, но вот ты приходишь в нормальную обычную команду, в каком-нибудь крупном интерпрайзе. Но это ни разу не про горящие глаза взаимной ответственности самоорганизации. Если ты отменяешь им левую часть, не введя ничего взамен. Ну я такого эксперимента ни разу не делал, но было бы интересно посмотреть, что при этом получится. То есть ты приходишь и говоришь, пацаны, вы же самоорганизующаяся команда. Где ваши горящие глаза? Никаких отчетов. Делайте то, что считаете нужным. Классно? Ну все, я пошел. Давайте. Есть подозрение, что это не сработает. Есть подозрение, что там будут серьезные проблемы. То есть будут факапы за факапами. Нам нужно одно постепенно заменять на другое. Просто надо не забывать левую часть отменять после того, как заработает правая. Мы стараемся более-менее там, где можем такое практиковать. То есть мы говорим, обычно это происходит так. Вы заполняете темпшиты? Человек говорит, ну да, заполняет темпшиты. А хочешь не заполнять темпшиты? Хочу не заполнять темпшиты. Вот тебе там флайр, айджайл. Вот тебе в команде внедри мейджайл, можно не заполнять темпшиты. Ну я немножко утрирую, но идея такая. Да, мы можем через какое-то время отменять какие-то формальные вещи, но тебе придется встать на светлую сторону силы. То есть это такой обратный процесс переманивания ситхов в джедаи. Следующая вещь в выделении. Вот мы возвращаемся к теме. Это все классно, да? То есть у нас есть там всякие идеи с этим всеми. менеджерами проектов, которые делают вот эти проекты, координируя работу людей. Но проекты все равно получаются очень большие, дорогие. И мы можем, наверное, более эффективно управлять рисками и убивать проекты. Ну, удобно убивать проекты, когда она попилена и на небольшие части. Вы делаете небольшую часть проекта, делаете, знаете, минимум viable product, такую штуку, да? Вы делаете минимум viable product, делаете его, и у вас получается, вы проверяете вашу гипотезу, проверяете ваш риск, и получается вот таким образом двигаетесь. Но это означает, к сожалению, для интерпрайса изменение подхода к финансированию того, что вы делаете. Типичный проектный комитет, как у вас выглядит? У вас возникает идея бизнеса. Вы с помощью кого-то, менеджера проектов или кого-то еще, оцениваете, сколько это будет стоить, вам выделяют на это деньги, и вы это делаете. Согласны? Плохо, да? Мы плохо управляем рисками. Если мы этого слона пилим на часть, называется Алифант Карпаччо, я его придумал, терминалистер Коберн, мне очень нравится, Алифант Карпаччо. Если вы слона пилите на небольшие части, тогда вы можете привести к этапному финансированию. Говорите, да, вот у нас есть такой проект, мы из этого проекта сделаем вот такую часть и проверим, как это работает. Если мы убедимся, что там есть золотое дно, жило, мы двигаемся дальше. И мы тогда перестаем финансировать проекты, мы финансируем вот эти маленькие кусочки проектов, которые позволяют тестировать. Это означает, что проектный комитет собирается чаще и убивает ненужные проекты. Вот эти куски слона, которые ненужны. Ну, я думаю, все, да, очевидно, нет? Если вы не согласны, скажите. Согласование бизнес-требования, еще одна вещь, оно занимает дофига времени, оно довольно долгое. То есть у вас есть безопасник, у вас есть бухгалтер, у вас есть представитель бизнеса какой-нибудь, у вас есть, ну, короче, там, может быть, десяток таких людей, которые отвечают за то, чтобы ваши требования согласовать. Это, опять-таки, долгий, дорогой процесс. Мы вроде можем всех собрать в одной комнате, а изменения… Нет, не можем? Ну, допустим. А изменения… Так, я чуть-чуть здесь сначала расскажу. Изменения, которые приходят. Нам опять нужно всех собирать в одной комнате. Раз в две недели? Да, ну, я… Да, давайте, просто у меня осталось пять минут, поэтому я буду быстрее рассказывать. Смотрите, мы хотим сдвинуться от ситуации, когда у нас долгие предъявительные согласования. Обычно бухгалтерами большие проблемы, не знаю, как у вас. Бухгалтеры любят согласовывать документы. И это довольно дорого, это занимает дофига времени. Прямо каждые детали придираются. Как это можно отменить? Нам нужно их уговорить. О чем их нужно уговорить? Нужно договориться с бухгалтерами. «Ребята, давайте мы будем показывать вам инкремент продукта раз в две недели». И вы будете смотреть, то это или не то. А как это сделать? Как вам уговорить бухгалтера двинуться в этом направлении? А, это… Ой, слушайте, ну, что-то у меня совсем слайды не в том порядке. Давайте я сначала это покажу. Как это можно сделать? На самом деле, практика показала, что, в принципе, это возможно. Пример кнопки показывает, что это возможно у других компаний. Бухгалтеры тоже люди. Они просто родились в такой какой-то среде, да, воспитание их заставило так жить. И, в общем, может быть, даже и наоборот. То есть воспитание привело к тому, что они стали бухгалтерами. Но они же не виноваты в этом. И мы можем формировать такие небольшие команды, которые будут кросс-функциональными, которые будут фокусироваться на каком-то понятном качественном результате. И будут этого в итоге добиваться. Дальше поеду. И мы в беспрессии создаем вот такие вот кросс-функциональные команды. И мы тогда можем сдвинуться из ситуации борьбы за влияние имиджа и политических игр вот к ситуации более правой. Кросс-функциональные команды нацелены на совместный результат. То есть вы берете от условного лебедя, рака и щуку и превращаете, не знаю, как это называется, в команду. Вы теперь команда, говорите, у вас есть общая цель. И выясняется, что наша практика показывает, что если вы берете этого бухгалтера, если какой-то важный проект, вам хочется, чтобы был хороший результат, вы можете договориться с этим департаментом, что они выделяют бухгалтера в эту команду, объясняют ему правила на берегу, и об этом можно договариваться. Это очень хорошо работает. И команда получается такая нацелена на совместный результат. И получается, что вместо того, чтобы выстраивать вот эти глубокие свои внутри организации, серые колл-центры отдельно, бухгалтеры отдельно, мы можем выстраивать вот такие вот кросс-функциональные небольшие организации распределенных дестандаризованных команд. Вот это вот еще одна проблема, с которой мы часто сталкиваемся. Что делать с KPI? По крайней мере, теми, которые завязаны на бонусы. Вот те, кто в больших компаниях, есть такие? Скажите, пожалуйста, вы можете отменить KPI? Так, связанные с бонусом. Почему нет? Вы понимаете, почему это плохо? Давайте с этого начнем. Понимаете, почему это плохо или нет? Почему KPI плохо? Почему KPI на завязанное бонусы – это плохо? Прожидает безумное количество конфликтов внутри организации. Потому что есть благо компании, есть цель компании, есть задняя мысль. А задняя мысль тебе говорит, мне это невыгодно. Я денег за это не получу. Да, я знаю, что пришел ко мне… Я, например, бизнес, Дима – айтишник. Дима ко мне пришел, говорит, слушайте, давайте вот такую классную штуку запилим, вот это вот, знаете, там будет у нас, не знаю, вот этот рефакторинг сделаем, у нас там сложная система компонентов, давайте упростим ее. Тогда у нас недоступность сервиса улучшится. У меня KPI недоступность, Дима говорит. А я бизнес, у меня другие KPI. Мне его недоступность сейчас, но это реально по барабану. И что я ему скажу? Я скажу, Дима, я на самом деле знаю, что это нужно, но есть вот важная фича, если я ее не заделиврию, нам всем будет плохо. Прежде всего мне, конечно, да. Поэтому я Диме говорю, знаешь, Дим, в следующем релизе, и так каждый раз, пока не кончится время. Это означает, что мы двигаемся постепенно в сторону так называемых индикативных метров. Да, метрики нужны, мы хотим все мерить, но мы перестаем завязывать их на бонусы. На практике в большинстве организаций, с которыми работали, это можно сделать постепенно. Вы просто объем бонусной части постепенно снижаете до нуля. На самом деле там есть некоторый порожек, обычно 10-15%, после которого все это становится достаточно безопасно. Есть такая игра свака. Знаете, кто-нибудь знает такую игру свака? В своей организации вы не пользуетесь такой игрой? Прикольная игра. Я просто пример хотел провести. У вас есть SLA на срок закрытия бага. Что будет, если вы не сделаете в этот… Пэтмон слака называется. Что, если вы не сделаете в этот SLA? Не положите. Что будет? Есть штраф за просрочку SLA. Игра слака заключается в том, что вам нужно успеть перевести баг на соседнее подразделение. Ну, то есть вы, если вы фронтовая команда, чтобы взорвалось у соседнего подразделения. Это пример того, как вот эти все правильные вроде метрики, как только они начинают завязаны быть на деньги, не предстают быть… Они сразу портят вам всю статистику. Следующая вещь, про которую я хотел поговорить, это что мы делаем, когда экономим затраты. Тоже очень многие ребят, с которыми я общался, там из разных компаний и банков, у них есть программа внутри организации по минимизации затрат на IT. Мы тратим найти слишком много денег. Мы тратим, например… Поэтому, когда у вас появляется тендер на новую систему, что вы делаете? Ищите дешевле. И что тогда? Часто получается так, что вместо того, чтобы получить одну понятную систему, которую вы можете развивать и улучшать, у вас получается на цепочке создания ценностей, для того, чтобы сделать этот результат какой-то, например, запустить какой-нибудь новый кредитный продукт или что-нибудь в этом духе, вам нужно внести изменения в десяток систем. Синхронизировать такую работу очень тяжело. И получается, мы вроде сэкономили деньги, а сколько мы потеряли во времени? И вот в реальности у нас есть примеры, когда полуторамесячные проекты по трудозатратам прощаются в девятимесячные, это только по плану, плюс еще какое-то время, пока мы будем там разгребать проблемы наши. Все довольно дорого. Почему? Потому что люди, которые принимают решения, думают о затратах, а не о доходах. Минимизируем затраты на тендере, не создаем запасов серверов. Тут нет у нас в компании запасов серверов. Да, у нас раньше, было там, 3 циски валялись, 10 таких серверов, 20 таких серверов. Мы сказали, это плохо, давайте все это уберем, продали или там разобрали. Теперь мы сэкономили кучу денег, правильно? Теперь, когда команде вдруг нужен какой-то сервер, что-то в этом духе, его надо заказать. Занимает много времени. И у нас был реально случай с одной из команд, где, вот просто хотел проиллюстрировать, у нас была ситуация, когда мы проект задержали на два месяца. То есть команда уже все сделала, а оборудование так и не приехало. Ну почему? Вроде вовремя заказали. Почему такое произошло? Оказывается, произошла следующая вещь. Там была девочка, которая заказывала оборудование. Она работала в финансовом отделе. Для нее это была низкопроритетная задача. Ну то есть конкретно финальную уже там, закинуть куда-то договор. И получается такая ситуация. Смотрите, девочку ждет команда из шести человек, 15-20 человек бизнеса, всех пользователей в компании полторы тысячи и около шести миллионов пользователей в стране. Или трех миллионов пользователей в стране. Три миллиона пользователей ждет одну девочку, которая сидит в финансовом департаменте, у которой это низкопроритетная задача. А почему? А потому что они оптимизировали свой состав в финансовом департаменте. Понимаете? Они не знают всю цепочку ценностей. Это тоже нужно менять. Вот это курс функциональной команды, мы должны высматривать вот такие потери, их тоже устранять. Ну вот осталось совсем мало времени, вернее, его совсем не осталось. Я хотел про тендеры поговорить. У нас есть тендеры, у нас есть фиксированный скоп. Скоп, да, удлиняет срок проекта, да? Поскольку скоп фиксирован, значит, время уже тикает с точки зрения тайм-то-маркета. А у вас пока все эти процедуры пройдут, пройдет дофига времени. У нас есть понятие тендеров. Что делать с ними? Как нам от этого избавиться? Как нам избавиться от этого простоя? Совсем мало времени стоит. Одна из вещей, которая у нас возникает, проблема, нам нужно научиться договариваться о том, что означает, что фича сделана. Вот этого сильно не хватает. Потому что, когда вы выбираете поставщика, вы экономите цену, правильно? Вам нужно выбрать за меньшую цену. А как поставщику сэкономить, получить максимальную маржу? Будет ли, например, поставщик автоматизировать тестирование? А зачем? Это явные потери в деньгах. Будет ли он качественный код писать? Выгодно ли поставщику писать качественный код? Да нет. Почему? Потому что ему, наоборот, это вредно. Потому что, если он напишет качественный код, ему нужно будет меньше тестировщиков потом. Правда ведь? А ведь тестировщики тоже за какую-то цену можно продать. Нам нужно договариваться про definition of data. Что означает, что внутри ваших тендерных прицов, если они уж есть, должны быть определенные правила. Что означает, что какой-то объем автоматизации тестирования, есть какие-то разумные требования к качеству кода и так далее. Мы стараемся двигаться от фикс-ков, фикс-баджет и другим. Про это кто-то уже до меня рассказывал, не буду говорить. Нам нужен какой-то прозрачный процесс, иначе мы не сможем контролировать работу. Например, скрам и джа. И последнюю вещь здесь хочу сказать важную. Нам нужен другой способ выбора поставщика. Традиционный выбор поставщика с помощью тендеров очень дорогой. Он занимает дофига времени. Как это исправить? Можно проводить пилотные проекты, короткие. Можно проводить хакатоны, нам нужен какой-то разумный рейтинг поставщиков. Из этого всего интересная идея, мне кажется, хакатон. Можете себе представить? Сбербанк. Пресс-релиз, представляете? IT-консалтинг. В пресс-релизе написано. Компания IT-консалтинг выиграла хакатон в компании Сбербанк на замену декомиссионирования. Такая система вводится, такая система. Вот мы выиграли такой хакатон. Если правильно поставить рамки такого двухдневного хакатона, можно дофига правильных вещей узнать о компании. И это будет правда. Иначе вы нарываетесь на то, что у вас есть правильные картинки, способны ли компании это сделать. Это отдельный большой вопрос. Последний слайд. Простите, задержал на 5 минут. Нам нужно двигаться. Это вот некоторая сумма того, что я до этого рассказывал. Можете его не читать. То есть идея такая, что я пытался забить в слайд. Что означает на самом деле Enterprise Agility? Откуда, куда мы должны двигаться, чтобы компания стала более быстрой и более эффективной? Я его оставлю, не буду последний показывать. С моей физиономии. У вас есть вопросы? Давайте пару вопросов, пойдем обедать. Да. Саша. Вот, предположим, все это внедрили. Все прекрасная, идеальная организация. А что, по-твоему, все-таки бизнес должен контролировать? Ну, потому что много говорится про, понимаешь, да? Убираем контроль, убираем KPI, убираем какие-то бонусы, метрики, децентрализация, хипстеры. Вот это все. А что контролировать? Что бизнес на самом деле хочет контролировать? На самом деле ему нужны бизнес-показатели. Бизнес-задачи, которые он стоит, достигаем или нет. Вот это было бы интересно контролировать. Но смотри, у тебя контроль может быть какого уровня? У тебя, как это сейчас выглядит? Мне просто ребята рассказывали в одной крупной компании. Сейчас очень популярная штука называется Balance Score Card. По-английски, по-русски, как там, балансированные системы показателей это называется. KPI обычный. Они каскадируются вниз, но если посмотреть на уровень бизнеса, то бизнес свои KPI выполняет на уровне компании на 30%, например, приводили. А индивидуальные KPI на сколько выполнены? На 100%. Ну там 99% и какие-то совершенно 3 девятки, что-то типа такого. Все молодцы, все офигенно поработали. Как на самом деле получается Balance Score Card работает? Да никак. Ценность в нем не очень высокая, потому что нет никакого конкретного результата. Если у тебя есть небольшая разумного размера команда, которая понятным образом стремится обеспечить понятный бизнес-результат, вот тогда у тебя контроль появляется. Потому что это небольшое количество людей, отвечающих за конечный результат, а с ними можно поговорить. Не значит, что мы их должны там дрючить как-то или так далее. Но я как бы понимаю, где у меня порвалась проблема. Потому что иначе это просто 100-500 человек в организации за это отвечают. Причем на самом деле все молодцы. У всех все прекрасно сработало. А результат плохой? Да, еще вопрос. А, это хорошая история. Поскольку это была очень-очень важная женщина, то я был максимально политически вежлив. То есть я не сказал, что вы тут все не понимаете, что такое agile и так далее. Она сказала, что все нужно. Но о чем мы с ней договорились? От нее она выдала двух человек, которые работали с командой. Один из которых был продактовнер и там фактически бизнес-аналитик, которые работали с командой. Об этом нам удалось договориться. Проект был важный, нам удалось выгодить этих людей. У нас были ежедневные, ежедвухнедельные демонстрации результата. И мы измеряли производительность. Было, допустим, 30 story points. Мы понимали, что всего там, допустим, 200 story points. Мы понимали, что в те сроки, которые нам поставили, мы ничего успеть не можем. И вот когда мы начали разговаривать с этими двумя людьми, то постепенно от спринта к спринту их представление о том, что нужно поменялось. То есть они говорили, ну да, мы все не успеем. Давайте вот эту штуку не будем делать. И они постепенно все это убирали. Потому что никакого чуда быть не может. Работу, которую можно сделать за 9 месяцев, за 3 месяца сделать нельзя. Вне зависимости от того, используешь ты волшебные слова типа «иджаус», «карам» или «канбан» или не используешь. Слово «иджаус» не позволяет сделать 9-месячную работу за 3 месяца. Но поскольку это были особо приближенные, намного более приближенные, чем я к телу, высокопоставленные женщины, то возможностей повлиять на нее у них было намного больше. Но поскольку за это время, как сам понимаешь, либо и шаг сдохнет, либо все успело поменяться, и ценности поменялись. Короче говоря, ситуация вот таким образом. То есть если человек начинает плотно работать с командой, полностью прозрачный процесс выстроен, отношение меняется довольно быстро. Нам понадобилось там 3 или 4 спринта на это. Да, еще вопрос. Обманул женщину или не обманул, признавайся. Мы сказали, что сделаем все, что в наших силах и дыр сверху. Но слушайте, народ, ну а как тут еще какие есть варианты? Вообще отношения их очень странные. Первый проект «Поджау», который у нас был, там был такой забавный человек, там идея такая была, что мы запускаем, значит, заказчик сказал, у нас нет требований, это был очень важный заказчик, тогда были модные, сейчас, наверное, можно уже говорить, нацпроекты тогда были модные, вот запускали эти национальные проекты, и вот там был очень важный заказчик. Чуть ли не единственным пользователем системы был Медведев, ну то есть как бы очень важный проект, и там ABS прякся, подпряг Люксов, Люксов напрягся, значит, говорит, а где ваши требования? Они говорят, требований никаких нет, а? Да, не буду. Я просто расскажу историю до конца, и, наверное, пойдем обедать. Вот, замечательно было, и все, и вот мы работали по «Поджау», потому что требований нет. И там вроде что-то сделали, даже хорошо, всем понравилось. Значит, и поэтому нас собрал в большое помещение, вот такой же Карачинский, там директор, значит, ABS, и говорит, я, говорит, знаю, я очень доволен вами, команда, вы работали по ночам и выходные в режиме экстремального программирования. То есть вот это уровень понимания, что они думают про все эти наши диджаевы и так далее. Слушайте, ну давайте последний вопрос, да? Слушайте, давайте так, кто хочет обедать, идите обедать, а я здесь еще постою. Давай. Асхат, у меня вопрос по поводу менеджера проекта. Ты говорил, что они должны трансформироваться. Вот смотри, у нас менеджер проекта занимается, по сути, он переводчик от заказчиков, и заказчиков их около 50 или больше. Во что он может и должен трансформироваться? Но в нашем понимании скрама это не менеджер проекта, это продукт-оунер. Если проводить аналогии с тем, что происходит в больших организациях, проект-менеджер это скорее скрам-мастер, чем продукт-оунер. Я объясню, в чем разница. Представь, в твои 50 заказчиков у тебя есть project-менеджер, задача которого сделать так, чтобы просто они договорились. И ты собираешь их вместе. И спрашиваешь, что ты хочешь. У тебя есть классный Саша, который там мега креативный, он говорит, я хочу ракету в космос запустить. А другой заказчик, который сидит, он как бы этот, например, какой-нибудь, я не знаю, безопасен, говорит, нет, нельзя, у него должны быть колеса. И твоя задача просто, чтобы они договорились, у тебя нет другой задачи. А там сидит какой-нибудь айтишник, говорит, это дорого, давайте вместо реактивного двигателя у нас будет человек с палкой. И вот они вроде обо всем договорились, но ракету мы так не запустим, согласны? Задача product owner как раз сказать, стойте, стойте, давайте поймем, что нам на самом деле нужно и туда добежим. Вот это задача product owner. Он носит вот это видение в себе и он может отказать какому-то конкретному человеку и имеет полное право на это. Он должен так действовать. Иначе мы получим вот этих странных франкенштейнов. Задача менеджера проекта просто сделать так, чтобы у нас процесс катился в ситуации, когда у нас больше, чем одна команда. Допустим, у нас 10 странных. Вот вы там делаете продукт с какими-то еще командами. Менеджер проекта про это. Как нам выстроить процесс взаимодействия? Но вопрос только ролей. Может быть, ваш менеджер проекта по сути является product owner, мы не знаем. Ну то есть вопрос об обзывании. И все. Окей? Еще вопрос есть или пойдемте есть? Все, давайте пойдемте есть. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.